Всем привет! Поговорим вот об этих парнях в Атметрах. Это Quark, старая версия. Но сегодня мне один из подписчиков на Инстаграм. Я в последнее время очень редко, если честно, захожу и английский аккаунт тоже забросил. О чем была ссылка? Было исследование в 2017 году, вот оно. И вы, конечно, по ссылке в описании можете посмотреть сами, что да как. Так, в любом случае, я посмотрел видео, соответственно, какого-то русского или русскоязычного блогера. Что-то он там, сайклометрия. Я не понял, что это такое, это приложение или что. Не знаю, дай мне знать в комментариях, если что-то стоящее, или то, что я должен использовать, то, что я должен распространять среди своих зрителей, так как это что-то полезное и помогает. Но так вот, без понятия, что это. В любом случае, чувак 19 минут рассказывал о ваттметрах, о всяческих там факторах и прочее. Все очень интересно, наглядно, здорово. Я же хотел просто короткое видео по этому поводу сделать, чтобы поставить как бы точку, вывод. Это исследование было о том, что ваттметры не совсем такие уж точные, как они заявляют. То есть, что там, SRM 1% или 1,5%, Quark 1,5% точности, и Stages там тоже что-то очень точное, и Power2Max 2% или сколько. В любом случае, все эти данные действительно проверили в лабораторных условиях. И выяснилось, что в итоге нам нужно выбирать среди трех больших производителей, из которых все, можно сказать, ну окей, два действительно очень дорогие и не совсем практичные, на мой взгляд. Это SRM, дико дорогой, просто нереалистичного к приобретению, не советую приобретать вообще ни разу. Непрактичная штука, на мой взгляд. По-моему, в последних версиях, опять-таки, если вы хотите дешевый SRM, то нужно старую версию покупать, понятно. Так вот, старая версия вообще непрактичная, там аккумулятор не меняется. Весь ваттметр, если вы, особенно в России, нужно посылать обратно в Германию. То есть, пока тренировочки на четыре недели, или сколько длится вся доставка. Потом, в современной, самой современной версии, по-моему, можно аккумулятор самому менять. Не уверен по этому плану. Опять-таки, не сильно интересуюсь SRM, потому что какой смысл? Кому это советовать? У меня запросы, Давид Найдивил, спец 600 долларов, 800 долларов, 500 долларов, кто-то пишет. До 1000 долларов, если напишут, то уже круто. Но ваттметр, который стоит 2-3 тысячи евро, конечно, я не сильно интересуюсь таким. В любом случае, SRM нереалистично забудем. Золотой стандарт, да хрен бы с ним. Он нереалистичен. Можно говорить сколько угодно о том, что Viotomax, измерение вместе с ваттметром и пульсом через Гармен, это все не точно, это большая погрешность, не сможешь как-то точно установить свой Viotomax. Обязательно делай тесты каждую неделю, там, не знаю, каждый месяц, пускай даже в лабораторных условиях. Да, до запроса, конечно, я тоже советую такой тест делать. Сколько он там в последний раз у нас стоил по скидке? 110 евро или 100 евро? Да, каждый месяц делай, или каждые 2 месяца. Какая нравится, 600 евро в год на какую-то точность, да? Ладно, хрен с ним, о этом забудем. PowerTap, PowerTap это втулка. Опять-таки, стоимость ее высока, довольно... Сколько в последний раз, когда я смотрел, было 600 евро, по-моему, только за втулку, которую нужно еще будет спицевать на какой-то обод. Проблема в том, что если ты хочешь действительно сэкономить, то, наверное, возьмешь самый дерьмовый обод, самые дерьмовые спицы. В итоге заднее колесо у тебя будет очень много весит. И твой велосипед, однако, вот такая вот хрень, легковесная, то сзади, во втулке и, в принципе, все заднее колесо, если все это будет тяжелым, то, особенно на кочках, этот лишний вес от PowerTap ты будешь как раз вот замечать, все вибрации будут проходить через весь ляз, да, по подсиделу, седло и дальше копчик и так далее, по позвоночнику прямо в башню. И PowerTap тоже для меня просто no-go в этом плане. Люди, в том числе, пишут, обода нужно менять, если торможение и прочее происходит, если ты интенсивно катаешься, износ и прочее, нужно все это менять. PowerTap просто не варит. Если вы хотите хорошие тормоза, хороший обод, все, тип-топ, Envy, например, то пара Envy на PowerTap будет стоить дороже, чем мои Envy без него, причем гораздо на 3000, по-моему, евро или что-то такое, 3500. Quark, Quark опять-таки выпускает крутые версии, в том плане, что есть алюминиевая версия, она довольно-таки тяжелая, 750, по-моему, грамм, против карбоновой версии, на Red базирующейся, либо D4, они уже на 200 грамм легче, то есть солидный действительно вес, разница по цене не такая большая, действительно можно Red уже за, по-моему, 600 евро взять, да, 600, по-моему, евро без, однако, звезд. Опять-таки звезды можно свои там поставить, какие-то минус небольшое, это окей для меня, чисто по практике, я не могу овальные колеса испробовать, потому что это ваттметр не совместим с овальными звездами. И какой минус в исследовании был? Не все ваттметры были протестированы фактически, на самом деле гораздо больше брендов, Giant сейчас появился, 4EE, 4II, вот это, да, от Specialized, соответственно, они просто бренд свой поставили, Pioneer и куча всяких брендов, которые они их, можно сказать, не протестировали, там, Garmin, Vector, они протестировали лишь один экземпляр, Rotor там и так далее, всего по одному экземпляру, то есть исследование такое, нужно с осторожностью очень такие данные анализировать. Опять-таки, люди призывают к тому, чтобы покупать дорогущие SRM, там, PowerTap и Quark, чтобы данные были относительно точные, потому что со всех остальных ваттметров нужно с осторожностью, но само исследование было недостаточно точным, недостаточно, да. Опять-таки, исследователи, они тоже не дураки, у них ограниченный бюджет и прочее, за это исследование платят деньги самим научным работникам, и они, конечно же, всегда, они, вы должны себе это представить, как вот сейчас исследование, на мой, по моему впечатлению, происходит по такому принципу, что вот как сериалы, сезон первый, исследователи, исследовали, исследовали, и в конце все время пишется, что вот этот момент нужно еще дальше исследовать и развивать, и мы ждем, блин, следующий сезон, блин, когда же следующий сезон исследования этого будет? По глютену, например, умалчивают, умалчивают, тестируют, 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 там, да, что-то, симптом, симптоматика не проявляется из-за того, что, короче, я про глютену уже делал все это отдельное видео, но все это нужно дальше изучать, мы ждем следующий сезон, опять-таки, то же самое, тем более, то же самое в велоспорте, я уже вижу, что это видео немножко по времени все-таки больше времени, да, больше затребовало, чем я планировал, но в конечном итоге, а, в конечном итоге, что я скажу на практике, если ты хочешь действительно сэкономить, то просто подожди, да, возможно, IQ, наконец-то, скоро сделает свой ваттметр, и тогда бери его двусторонний, подожди тестирование DC Rainmaker, ко мне он тоже придет, я протестирую, с Quark'ом сравню и прочее. Если не хочешь ждать, то и у тебя ограниченный бюджет, одноногие, стейджис, или еще что-то такое, 4 и вот это, одноногие могут, конечно, очень точно измерять, но в конце дня они просто умножают то, что измерили на 2. Пропорции, как ты напрягаешь одну ногу и другую ногу, они меняются, да, они меняются не просто за счет того, что ты там развиваешься, настройку велосипеда меняешь и прочее, они меняются еще и в зависимости от того, какую интенсивность ты вложил в свою тренировку, какой уровень усталости у тебя по ходу тренировки, какая длительность тренировки. Скажем, если ты на свежих ногах ездишь, едешь час тренировку, то распределение будет более-менее, скажем, ровным, если оно изначально было все ровно, да, у тебя настроено было. Когда ты едешь сотку, 100 километров, то все микроскопические неровные, они лишь увеличиваются, да, и эти проценты, они на левой ноге и на правой ноге, они лишь увеличиваются, соответственно, распределение ватт меняется и неточность становится действительно катастрофической в этом плане. Однако, так ли бесполезны одноногие ваттметры для абсолютно всех? Я бы сказал, нет, что ситуация не настолько драматична. Если ты не новичок, если ты уже тренируешься 3-4 года и за период, когда ты просто купил первый шоссейник, проходит 2-3 года, 4 года, ты меняешь велосипед. Купи тогда что-то посолиднее, двустороннее. Если ты начинаешь общение с велосипедом, то мне кажется, одноногий, дешевый ваттметр действительно то, что поможет тебе понять, что ты делаешь на велосипеде, как работает велосипед, что вообще такое сила, как, что, зачем, почему. То есть, больше углубить свои знания, познание и знакомство улучшить. То есть, когда мы знакомимся с человеком, там, или с кем, какой шанс того, что наш союз будет продуктивный и так далее. Когда мы больше узнаем о человеке. И здесь как раз тот случай. Тебе больше понравится велосипед, тебе больше понравится велосипед, если ты будешь больше понимать, что ты конкретно на нем делаешь. И ваттметр действительно одноногий даже поможет тебе в этом знакомстве. Да, погрешность, сколько, 6, пускай до 10 процентов, но будешь ты вместо 200 ватт, у тебя будет 180 ватт. Но все равно ты будешь понимать, будешь понимать все движение гораздо лучше, чем без ваттметра. Всегда, конечно, действует правило покупай как можно лучше на весь свой бюджет. Покупай как можно лучше что-то. Если это что-то действительно имеет какое-то качественное преимущество, покупай на все деньги. Окей? Это золотое правило, понятно. Если ты можешь купить Quark двусторонний и даже не алюминиевый Dezira, а вот этот Defor карбоновый полегче, покупай его, конечно, никто не говорит ничего. SRM можешь купить, да покупай хоть что угодно, да? Но если нет, то опять-таки это не катастрофично для новичка иметь одноногий ваттметр. Также хочу сказать по остальным двусторонним ваттметрам, которые тоже имеют место быть, но они к сожалению в этом исследовании не до конца были исследованы и в топ не вышли. У ваттметра есть стабильность, он стабильно измеряет. Окей, нужно там, допустим, температуру соблюдать, у некоторых температурные проблемы есть, но для большинства это, в принципе, не особая проблема. у ваттметра есть консистенции, стабильность результата. Он может измерять, занижать твой результат вместо тех же 200 ватт, скажем, 190, но он всегда их будет занижать. И на протяжении всей тренировки, да, ты не совсем точно себя сможешь сравнить с кем-то, скажем так, но свой личный прогресс ты сможешь точно наблюдать и, соответственно, видеть, где тебе нужно добавить, где тебе уже пойдет. И, соответственно, ваттметр это устройство, с которым ты выбираешь скорость, да, и ты сможешь выбирать с относительно SRM более неточным ваттметром правильную для тебя скорость. В принципе, по ваттметрам, если ты хочешь сравнить себя с кем-то, то шансы того, что кто-то другой использует другой ваттметр от другого производителя и он измерять будет иначе, чем твой, очень высокий. И в этом плане тебе, в принципе, невозможно будет один в один в лабораторных стерильных условиях сравнить себя с кем-то настолько точно. Однако, это не значит, что результаты такие, как они есть, они настолько неточные, что просто неприменимы. Нет, это не так. Окей, это было, в принципе, все сегодня. Огромное спасибо за внимание. И дай мне знать, планируешь ли ты покупку ваттметра или какие сенсоры ты используешь на своем велосипеде внизу в комментариях. До свидания.